Доброе утро, уважаемые зрители! В Кыргызстане с 18 апреля 2024 года ограничили доступ к социальной сети ТикТок. Официальной причиной закрытия социальной сети является предотвращение причинения вреда здоровью детей. Давайте узнаем, как жители Бишкека отнеслись к отмене ТикТока. Доброе утро, уважаемые зрители! Я поддерживаю и отношусь негативно, потому что на самом деле в ТикТоке очень много полезных видео, очень познавательных, развлекательных. И те, кому попадаются какие-то негативные и пошлые видео, это зависит от самого человека, потому что алгоритмы ТикТока подстраиваются под интересы самого человека. Я в нем никогда не сидел и считаю, что нам это не нужно, это вредно, все правильно. Я уважаю нашу власть, все справедливо. С одной стороны, это плохо, потому что через ТикТок мы привлекали большое количество туристов. И с другой стороны, это хорошо, потому что ТикТоки показывают очень нецензурные вещи. Но лично мое мнение, как сказать, все равно печально. Нет, не поддерживаю, потому что не вижу смысла, для чего они заблокировали. Потому что есть VPN, мы через оттуда его смотрим. Если честно, я и не за то, и не за другое. То есть я прям не сильный фанат ТикТока. Я бы не заставляла его оставить. Но и не против ТикТоков. Я отношусь к нейтральной стороне, потому что я сама не пользуюсь ТикТоком вообще около двух лет. Я считаю, что нет ничего плохого, что его отменили, если честно. Мне кажется, это было не самое лучшее решение, потому что многие люди продают свой товар через ТикТок. И какая-то часть их бизнеса все равно от этого пострадает. На самом деле я это не поддерживаю, потому что для меня это странно, что его заблокировали. Контент, как они говорят, который они писали, то, что там много плохого контента, который вредит детскому здоровью, да, он есть. Но за тем, какой контент смотрят дети, должны следить свои родители. Мне люди зависимые, также VPN скачали, через VPN сидят. Да нет. Вы сейчас идите через VPN, верно? Да. Нет, не изменилось, потому что через VPN мы также заходим и смотрим. Нет, на самом деле у меня без разницы. Нет, даже можно сказать, что появилось больше времени, и так в целом нет. Нет, никак. Вы на данный момент сидите в ссылке через VPN, верно? Да, верно. Моя жизнь не изменилась, так как я просто для того, чтобы не отвлекаться удалила. Но я не говорю, что ТикТок это плохое приложение, потому что от самого человека зависит. Нет, я в принципе сильно независим от ТикТока. Нет, у меня не особо, я в ТикТоке не слишком много сижу, поэтому, да, я и не заметил то, что его заблокировали, я когда открыл. Но он у меня до сих пор работает, я не знаю почему, у меня VPN нет, ничего не установлено. Он у меня продолжает работать, ну, пока что, по крайней мере. По итогам нашего опроса мы выяснили, что многие относятся отрицательно к блокировке ТикТока. Участники опроса отметили, что алгоритм соцсети устроен так, что он формирует рекомендации на основе ваших предпочтений. А как вы относитесь к блокировке ТикТока? С вами была я, отдел ХЗ Аэлита. Субтитры создавал DimaTorzok